здрасте здравствуйте как ваши дела замечательно а что вызов будет вас забыл хотел спросить когда вы учиться наконец начнете как там сессия ну так я спрашиваю что вы себе думаете вы завтра пойдете в армию ребята если вы будете сидеть от рулетки они готовятся к экзаменам как научимся давай спросить про синала какому предмету давайте шо вы там знать что следующий у вас давать хорошо сапромат и пюры сейчас будем рисовать реакции опор как выглядит закрепленная консоль с одной стороны как у нее и пюра распределяется если груз приложим концу этой консоли я понял уже с твоего ответа что нихрена ты сапромат не знаешь какой следующий пример пусть ты уже на пол сапога ближе к армии давай же ребят есть у вас мурашка какая-то там история по истории как в 1700 году называлась ваша страна так вот этот в стройбат сразу так он и не с нами ну вот и правильно может уже собирать вещи великая россия еще ваше предположение не я вам отвечу по я буду ребята мы ждем встретились чтобы сам образовались крещение руси вы меня будете спрашивать или я вас один вопрос восемьсот девяносто восьмой год по моему я не помню точно так какой 500 500 убегали ваши родственники в кокошника клюкву собирали волой в девятьсот сказал ну может быть ребята я же учился 20 лет назад я же уже не помню я меня удивляет что вы знаете историю моей страны историю своей страны не знает две страны 3 у меня страна великого россия украина и россия еще и в новороссии учитесь хорошо скажите мне я люблю свой донбасс на новороссском языке я люблю свой донбасс на донбасс не но подожди как это езжу лугандонский язык и донбасс адский язык на каком вы владеете ты считаешь это двора это эти два великих народа донбасса и лугандя и у них нету языка своего что может вы хотите сказать что украины никогда не было что нет она была просто таких языков украины не вот это еще под еще одно подтверждение ребята что новороссии это как это как нарния знаете вот когда накурился тогда она появляется я ждал этого вопроса вы же понимаете специально для вас вот такая вот карта у меня есть вам видно эта карта гиома баплана вот тут видите снизу написано украина ну да это карта 1650 года ребята с места на место ребят я вам карту показал я на хуя ребята вам дорога даже не в российскую армию в новоросское ополчение то есть сразу же в груз 200 зачем вам это надо учиться я же вас прошу вас завтра экзамена не у меня как у нас завтра нет на завтра допуск экзамен так вас и не допустят вообще хорошо следующий предмет какой по истории вы не шарить ладно по секунду подождите еще один вопрос гимн гимн новороссии спойте пожалуйста тут просят просто а ты блогер до начинающий неплохо неплохо почему вы должны знать им новороссии вы же сами сказали что там в свободной республике готовитесь стать полноправленный полноправными членами этой страны как бы выдуманы как бы нет мы такого не говорили не знаю но мы говорили о вашей подготовке к учебе вообще я я начал с того что вы не учитесь ни хрена вы сами меня дело в том что мы закрыли почти все вы забашляли шали или кабанчика привезли из села нет тут никак не а что это за такое святое учреждение вы там на кого учитесь что не берут взяток это где такой вообще нет взятки то есть просто у нас бабок нищеброды ну да нищебродам надо учиться ребят тем более поэтому я плохо учился поэтому стал блогерам пришлось ведь и работать не хочу попробовать так ты красная шапочка молчи вообще я вот это твоя уже 20 минут смотрю на эту шапку твою я в шоке вообще красная шапочка я тебя буду называть и ты вообще мне блин ну ты что и туда повесил чего ты взял ну она же за тебя висит так пацаны вас там трое у попа четверо по любому кто-то из вас 4 красная шапочка ребята вас ролевые игры может сегодня не ты красная шапочка завтра ты серый волк я вижу когда вам скучно и девок нету то вы играете в красную шапочку давайте вернемся все таки кстати секунду ребят хороший хороший вопрос от телезрителей когда было крещение днр лайк просто поставить на твой канал англия полтава вата шоу конечно можно ставить а когда было крещение германии я не знаю ребята я же не в германии живу этаж я же украине живу ведь из горем пополам спасибо мне подсказали в каком году а то я не знал а вы что должны знать когда крещение было там как захарченко куриной лапкой крестил или как это было уем твой вот это кстати ты сейчас правильно сказал я вы чувствуете да что тяжело вам отживется это я на вас положил на вашу молодую республику я не поддерживаю сакашпили хотите мы вам его подарим я понял так вы уже сделали себе биометрические паспорта чтобы ездить в лнр зачем нам с украинскими хорошо откуда у вас украинские паспорта а наверное вы на территории украины учитесь через в пенсии дети что нет мы учимся в россии а в россии все таки ну хорошо то есть вы не собираетесь возвращаться молодую республику как так как пошлют они какие с вас блогеры ребята вы скучны там он все говорят что вообще нулевый ну как говорят красная шапочка еще ничего ты так себе у красной шапочки хотя бы стиль есть а я просто черный не чувак не из-за этого что ты черный не мы не не расисты этот без в труселях в одних бегает у я мою смотрит кроме мамы меня ну еще бабушка и соседи можно пожалуйста с вами поговорить интеллектуально максимально интеллектуально сейчас секунду сразу тест потому что всегда провожу чтобы оценить насколько я смогу интеллектуально можно да создавать семью восемь красавчик квадратный корень из 100 25 вторая попытка гулять квадратный корень из 100 ребята давайте вас четверо вы должны смог так я отвечаю я с на пидора давайте квадратный корень из 9 хорошо давай просим квадратный корень из 9 3 красавчик можешь а квадратный корень из 100 10 10 10 10 ну ё-моё вы не хотели все давай теперь на интеллектуальные эти давай шо ты там у меня болело не ну наверное что-то как волновал какой-то вопросы ну вообще волновал вот смотри скажи если ты сейчас блогер да вот сколько у тебя подписчиков у вас у вас вы старше поэтому я буду с вами на вы 50 50 подписчиков какого расчета вы начали ну вы стали блогерам с какого расчета чтобы пропиариться и поднять денег ну как бы нельзя сказать что не только и не только это но какая цель конечный итог какой должен конечный итог я хочу чтобы россия развалилась и народы освободились и в общем-то за исконно немецкие территории в виде кёнигсберга исконно японские виде курильских островов и другие территории отошли их я это интеллектуал подсоединился до самый ваш я понял это красная шапочка сегодня который у чувак надень шапку сиди в ней все смотри конец вечера будет это мой писюн контент тебе уже тут насморился ваших корнишонов я тебя прошу меня тут губа тресная больше буду сильно смеяться вообще потому что у вас а такие корнишоны вы все время показываете но будут еще интеллектуальные вопросы на басту похож когда меня не так пацаны он там нет ни друг не теребит свой корнишон на меня был он подумал что я баста он явно его фанат успокойнее этот рак то папа блять да давайте я ему скажу ребят по отечески позатыкалы пиздаки там этот я хотел спросить мы за youtube заговорили зачем ты стал блогером почему просто не обзавестись семьей и начать работать нормально так как шо и второй семьей жена против этого я пытался но знаешь мне постоянно кто-то мешал привести женщину в семью сначала моя мать потом моя жена а нихуя себе такой расклад я понятна шутка сейчас была шутка юмора тыка зачем тебя тоже будет женщина которая тебе когда-нибудь да все-таки ты поймешь в чем был смысл блять зачем за живое там надо не расстраивайся это все равно приходит со временем пока пока пользуйся там что есть рукой товарища ну видишь видишь красавчик молодец спасибо ну это лучше так а почему бы этот ну не начать нормально работать я попробовал вообще не понравилось серьезно я понял каждый день на работу ходи так пришел потроллил вас все денежка упал от газдепа и этот слушай у тебя есть дети ты хочешь объятия усыновил нет нет не нужно пешелки кидают когда отец блогер это горе в семье думаешь думаю да ну по сути я я я думал что дети дауны в горе семье а ну может быть кстати да поэтому меня спрашивал своих родителей ребята угомоните свинку свою шона вяжет смотри если ты затрудняешься ответить на это вопрос и даешь ссылки значит все видимости нет и правильно него но не совсем правильно не но вполне возможно тут два варианта либо есть либо нет но как бы да это логично хорошо 1 1 вариант с усыновлением нет ты хочешь от меня детей что ли уже не у нас ничего не получится сразу те говорю ну блин это плохие шутки но это не тот контент давайте не будешь лучше шутить обратно не получается 1 зашла за вечер про красную шапочку это где-то вот так на пол шишки слушай то есть не прочувствовал да что зашло ну как бы блядь не тут все прочувствовали ты же большой нихуя себе слушай вот смотри ты сейчас сидишь да у тебя есть видеоролик на ю тубе дали и все дела а вот приветстав твои дети посмотрят то что их от рулетки каком них вывод сложится тебе чем ты сможешь научить детей если ты просто ты ютубер по сути ты ничего из себя не представляешь ты делаешь что делает большинство ты никак не развиваешься ты просто сидишь и деградируешь вместе с остальными пришел не потролли то есть вы не из большинства правильно нет почему я не ставлю выше но у тебя же нету канала и с подписчиками 50 онлайн в контакте больше подписчиков в контакте у него и сколько у него подписчиков контакте 55 тыс нет 5 просто а это в четверо и то есть еще кто-то не пришел сегодня ладно это неплохая ладно это можно записать вас сегодня слет твоих подписчиков и так понимаю а сегодня один кто-то отписался видать поэтому никого нет психоанализ мы закончили может как-то перейдем каким видом спорта ты занимался я занимался пять лет плаванием в детстве занимался не знает а спорт или нет подводной охотой и занимался велотуризмом долгое время довольно таки объездил весь крым кстати а нихуя себе я самое красивое место в крыму где вы катались там знаешь что-то когда выезжаешь на мыс тарханку там одно дерево есть и на нем москаль висел вообще-то это самый красивый вид был и закат солнца так это кстати самая западная точка крыма мы так украсили тогда еще было хорошо что ты больше не увидишь никогда потому что крыма нет ну какой же он ваш он российский ребята вы из новороссии вам напоминаю ваш это дырка в земле банка в которую вы приедете уже с высшим образованием в копанку обратно скорее всего туда не вернемся молодую республику на вас надеются вообще как бы чего это надеется там сиденье на тебя тоже мама надеялась кстати я тебя поздравляю тебя теперь будет кличка брежнев у меня ну у кого брови такие шикарные как у брежнева не знаю может еще в твой друг он скажет что ты целуешься как брежнева то вообще моя что у тебя за пидорский наклонность это не у меня это у подписчиков умы можно можно вопрос задать свой вопрос подписчиков они нас слышат или нет ну прямая трансляция конечно а вопрос твоим подписчикам зачем они зашли ты в курсе что половина из них зашли чтобы посмотреть на тебя то есть им как бы не интересно так сейчас мы спросим так ребята тут спрашивают чего вы сюда зашли вы уже давно на зашли нашли мою трансляцию и с посмотрели на себя со стороны мы ждем канал на ю тубе мы ждем я тебе что-то я понимаю что тебе долго доходит андрей полтава канал вата шоу ребята уже загуглили давно андрей не слышали про сейчас понятно в новороссии у вас еще новости ссср еще там да 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 вата шоу а вот так тут украина блин это же классно а 28 подписчик люди отписали до я поняту разговаривают вообще а там ты разговаривал только что так это может старый стримович мы выщите там где прям ребята вам не страшно жить с этим товарищем в одной комнате он вам там по ночам ничего он вас опоет снотворный вы будет вот это делать то что тут рассказывает я твои фоточки скачаю буду дрочить фу фу не делай этого тебя прошу так этот слушай мы мы же не закончили психоанализ правила вы сдали анализы зачем но в баночке а блять а он подожди зрители отписались почему не зашли посмотреть на тупую русню ватанов патролить на новороссов посмотреть так дивлюся на тих до вбоебе зашел посмотреть на лишь не хромосомных дивные зверушки пишут мы пришли утыкать тебя как ёжика писюнами так слушай о чем я хотел с тобой поговорить еще тебе нравится читать книги вообще-то да нравилось и вам просто времени нету но правильно блогер нихуя себя так вопрос вообще вот был книгам да вот у тебя будет ребенок а чему-то научишь или ты не хочешь смотри мы сейчас в украине у нас национальная идея это нужно построить дом посадить дерево и повесить на нем москаля а я понял я понял тебя слушай ну вот если чисто серьезно говорит ну ты ж ничему не учишь ты сидишь в ютубе понимаешь в ютубе видео что и трансляции и сидишь в ютубе на чем заработок он же блогер просмотры же есть правильно сколько ты в месяц получаешь ну ребята не хотел бы травмировать вашу не крепшую психику все равно больше чем ваши родители в копанке ну примерно смотрите я позавчера вернулся из будапешта ездил туда отдохнуть на пару дней под по безвизовому режиму кстати классно тебя то есть принципе делаем вывод что на жизнь хватает ну правильно мы тоже вообще-то отдыхаю новочеркасский между прочим обезвизу туда летаете да наверное да вы нас на санках возили туда друг друга на нет тут спрашивают чему ваши родители вас научили но как чему воспитанию допустим но не все конечно гимна вы своей страны не знаете ну хорошо не знаете хим на новороссии давайте гимн россии а при чем здесь подожди причем здесь украина причем здесь хорошо мы родились в украине правильно им украины мы знаем она 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 давай давай сейчас проверим а ну зачки мне можно не просто в прозе еще намерла украина уже ошибка уже ошибка щены в мерла украины не слава а неволя не украина не мерла а украины слава и воля не мерлы вы даже не понимаете смысл а именно то есть вы прости прости пожалуйста мы просто давно не пели моего расстрелять как это прости все расстрелять я не хотел этого делать на самом деле вот это будет лучше для всех просто подведи к виску нужны крок типа трансляция нормально закончится просто через этот не получится подставляю голову а сколько тебе лет 41 41 и ты направляешь через камеру на нас чтобы я подвиг поднес к твоему виску пистолет и это будет лучше для нас я вам к твоему без ты не сказал к моему ты сказал поднеси клок эти лет мужик сидит без работы без детей неизвестная где жена и он направляет камеру на мальчиков автомат нормально так не то что ты сделал такие выводы это же не значит что это такие есть смотрите то что вы ребята четверо половозревлых парней сидят здесь в комнате вместо того чтобы все-таки выпросить у девок что вам что-нибудь кто-то дал вы сидите тут с другом и вообще здесь каким-то 40 однолетний мужиком бородатый откуда ты знаешь что у нас здесь бывает может я даже не хочу чем вы там занимаетесь я тут видел курсанты российские сняли день и жопами там под музыку вы же наверно видели это тоже видос летчики ваши обтягивающих труда понятно что ты видел гомосек ясно что это у тебя там на рингтон стоит на блин на телефоне сразу этот видос красавца мне 50 зрителей он хотят увидеть этого не при малого интеллектом человека а ну не надо пожалуйста а ульяновские мальчики тут подсказывают ульяновские мальчики уже пишут и пишут чтобы я вас уже переключал ребята надо как-то оживить разову все-таки кто там у вас можно всех посмотреть куда-то уйди нахуй ребята давайте мощно станьте я фары включу ярче чтобы вас было всех блядей видно пожалуйста не я выйду я сильно понравлюсь да не я же не по этой части шоу вас там у вас там на веревке труселя сушатся да я вижу на холодильник да я понял я понимаю почему к вам девки не труселей ваших боятся я сказал по запасы тыкал и пыздыки но как бы твои слова нихуя не это я тебе могу показать для контента лнеровский паспорт у никогда не видел кстати секунду вот подожди не прячь сейчас смотри вообще шикарно ну покажи еще раз ну покажи вот видишь я вот этот паста паспорт видишь вот этот паспорт вот это международный ветеринарный паспорт с ним выпускают за рубеж мою самовольную мою собаку а тебя не выпускают своим паспортом за рубеж моя собака ездит с этим паспортом за рубеж у моей овчарки ребята больше прав чем у вас она она покажи свой паспорт я хочу чтобы это было чтобы зрители заценили это одновременно эти международный ветеринарный паспорт кстати а ну покажи тебе прививки сделали уже не а ну открой тебе все прививки от бешенства есть у тебя прививка в паспорте прививки не ставится что-то перепутал ну как этого в луганском ставятся по-любому прививки вышел как у тоже спустит в днр без этого без прививок от бешенства его юмор ты хотя бы шутки заранее готовил ребята то ну чё чё это экспромт ребята чё хуёвый ну типа импровизация такая себе отвечаю для я бы я бы не подписался ребят вы нашли мой канал или нет да да мы нашли мы будем следить хотя я тебя на ебу мне подпишись пожалуйста подпишитесь на канал но у тебя тогда надо сказать давай я кину ссылочку на мой канал чтобы точно а мы нашли мы нашли вы ошиблись немножко часом кину вот ссылочка да сейчас откроем дамы за пола лопанулись просто там было 28 подписчиков не пруха вообще глядь что такое control c control вы не можем освоить прекращаете это делать ребята давайте уже завершим эфир и тогда продолжите короче только один только один умеет пользоваться компьютером до из вас это ж надо тыкнуть на на ссылку было нет я нужно было просто нужно было скопировать ее ну подписывайтесь на канал ребята для чего ты нас чморила теперь говоришь ты так со всеми делаю я бы забезду вас чморил ребята вы чморили себя сами ну перестань да мы не чморили типа не стенка у тебя пиздатая сзади это сорвали съемки вот вот смотри как положено когда будешь строй бате ты тоже так тебя научат мы чего разговор начались то что вы нихера не учитесь ребята как это не башу я собираю я волонтер ребята я волонтера то я покупаю всякие штуки ну не я сам жертвует зрители мои мы покупаем всякие подзорные трубы тепловизоры квадрокоптер сегодня купил для нашей разведки подожди но ты хоть раз слышал как снаряд падает да я ездил в а то отвозил ну не снарядами мина ну страшно конечно а ты слышал как стрелял да 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 я слышал шишу обосрался ты да пиздец стрёмно я понял так а за что там вообще воюет ваша молодая республика так а ты же знаешь по любому это провокационный вопрос нет просто какой был куда еще провокционе вы так я читал новости украина опять газ в россии покупать сейчас бы опять начать покупать ребята не опять мы просто выполняем наши договора хорошо что вы спросили мы смотрите мы должны были условием послушайте условиям вашего липового контракта но российское имею ввиду заплатить россии 75 миллиардов долларов но мы выиграли суд и мы не будем платить и 75 75 миллиардов долларов но нам нужно будет купить нам нужно купить на 5 миллиардов долларов нам нужно будет купить газа нам нужно газа на 20 миллиардов то есть мы у вас 5 купим один год это просто люди смотрят и русские самые сильные русская душа самая лучшая это у него исключился в голове да ребята по моему поймал первый канал на пломбу ты на майдане стоял да наверное мне я не был на майдане ребят не могу похвастаться передавайте привет в новороссию да не не кайф что кайпа не будем передавать удачного тебе контентом я желаю чтобы ты нормально деньги рубил пока шахтеры вы лагнула шахтеры ну хоть с новороссами пообщались что ли